Они работали не за деньги, и теперь их энтузиазм должен быть оплачен. Министр образования докладывает, в год учителя вступаем с новыми силами. Зарплата педагогов увеличилась на 20%, отремонтировали многие школы. Реально выросла заработная плата учителей. По итогам 2009 года она составила почти 14 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем в среднем по России. И по динамике роста заработной платы учителей мы обережаем все субъекты Российской Федерации, реализующие комплексные проекты модернизации образования. Но при детальном рассмотрении выясняется, проблем больше, чем достижений. 10 школ в аварийном состоянии. Большая зарплата не у всех школьных работников. И в очереди за жильем около 3000 учителей. Мы обратились в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они отказались нам дать эти сведения. Значит, у нас нехорошее закралось сомнение в этом отношении. Мы письмо писали министру, а у нас специалист, и отказ дал нам министр. Федотов подписал сам. Зарплата возросла, но молодые кадры все равно обходят школу стороной. Чиновники говорят, всему виной отзывы прошлого. Быть учителем непрестижно, считает молодежь. Такие стереотипы нужно разрушать. В целом она есть, эта проблема, как в Саратовской области, так и в Российской Федерации. Молодежь неохотно идет. Но я думаю, вы знаете, наверное, нужно преодолеть какие-то психологические барьеры. Были же предыдущие годы, предыдущие десятилетия, когда и престиж был не на должном уровне, и заработная плата оставляла желать лучшее. Как сделать профессию учителя престижной и за короткий срок, реализовать напутствие президента будет сложно, считают чиновники от образования. Однако в своих силах не сомневаются и надеются на поддержку общественности. Мария Смирнова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.